Привет, вы на канале Интерфакт. Недавно в интернете я наткнулся на одну довольно удивительную статью. В ней говорилось о том, что некая женщина из Германии хочет выйти замуж за пассажирский самолет. Не скажу, что меня это сильно удивило, ведь на своем канале я уже выкладывал ролик про любовные отношения человека с куклой-зомби. Кому интересно, можете посмотреть. Где-то здесь у вас сейчас появится подсказка. Только не переходите по ней сразу. Досмотрите сначала это видео. В общем, на первый взгляд мне показалось, что такого просто не может быть. И что все это, ну, не более чем розыгрыш. Но оказывается, такое явление серьезно изучается. И у него даже есть название объектофилия. Мишель Копка из 2013 года страдает очень специфическим расстройством психики. Понятное дело, что сама она так, конечно, не считает. Мишель говорит, что хочет выйти замуж за своего возлюбленного, то есть за пассажирский самолет, и жить вместе с ним в ангаре. Правда, такой возможности у нее, естественно, нет. Поэтому женщина решила найти хоть какой-то выход и приобрела модельный вариант своего любимого самолета. Однако иногда Мишель посещает настоящий самолет в аэропорту, и тогда ее радости просто нет предела. Итак, объектофилия – это состояние, при котором люди испытывают эмоциональное, романтическое или даже сексуальное влечение к конкретным неодушевленным предметам. Объектофилия часто верят в то, что объекты имеют душу, разум и чувства, и способны с ними взаимодействовать. Объектофилия имеют свое международное движение, в численность которого входит более 500 человек, но о сколько в целом таких людей насчитывается во всем мире – неизвестно. Ведь не каждый будет публично заявлять о своем нездоровом влечении к какому-либо неодушевленному предмету. Вот еще несколько ярких примеров объектофилии. Самая известная женщина, вышедшая за неодушевленный предмет – американка Эрика Лабри. Отношения ее начались в 2004 году, а в 2007 Эрика предложила главной французской достопримечательности – руку и сердце. После чего Эрика сменила фамилию на Эйфель. Список можно дополнить. Например, Аманда Либерти. Она влюблена в статую свободы. А кореец Ли Джон Гью женился на своей любимой домашней подушке. Если материал был интересным, то не забудьте поставить лайк, а также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. На моем канале вас ждут передовые технологии и технологии будущего, шокирующее видео про невероятных людей, удивительные факты о разных странах мира, ну и еще много всего интересного. Ну а на этом все. Всем удачи и до скорого.